привет всем да прибудет с вами темная сторона силы с вами дарт и мы продолжаем играть в зоу тайкум 1 до продолжаем вставать животных сегодня у нас что тут едно-видная собака и прямо по описанию не нет она типа скачивается отдельно то есть когда устанавливать игру до через интернет скачивать это животное описание к нему не дано но само животное присутствует самец самка давай еще одну самку да еще самца уже много видишь давайте продадим так слишком много травы с ним достаточно саван сейчас будем работать над этим и и и и и и и Я же говорю, что нужно еще саметь. Так, ты кто? Самец. Ты самка. Ты самка. Ты самец. Пресной воды тебе нужна, да? Больше камней. Одного камня вам хватит? Приют, приют, приют. Отлично. Кустов и деревьев. А что вы любите? Баобабы вы любите. Сейчас мы вам бабабы поставим. Серьезно. Вам до сих пор мало. Достаточно приютов теперь, да? Вольер слишком мал. Так, сейчас еще короче вольер увеличивать, да? Фига его, хитрожопа. Короче, добавляй нам животных, а потом мы скажем, что вольер этот слишком мал. РыерTree. Вольер. Но чтобы хитрогимал. все довольны там травы нету больше что значит слишком много травы где трава слишком много саван давай попробуем взять бобики такие бобики у нас тут завелись так гиен теперь будем делать гиен о простите пожалуйста любезно простите технический рабочий сейчас уже уровень 2 надеюсь они хотя бы хоть сейчас начнут убирать мать его чего-нибудь гиена ребят у кого-то мобильник зазвони прикольно так ну давай самка самку добавим самку на ну и самца 1 земли песка нет земли ну там я сделал ну ладно пофиг так теперь давай песочкой пресной воды тебе нужно сейчас и будет окей камни больше да давай сюда пихнем ножка приюты приюты датчик он другой приютом дадим навес не нравится такое нравится большое количество кустов и деревьев так что любят гиены акацию будьте добры нам шиповую акацию окей окей как мы продлинуто можно почитать после льва пятниста гена второе повелечение хищник в африке это животное добывает пищу где только возможно даже смело воруя добычу других хищников гена также хороший стадный охотник способны заваливать взрослую газель или зебру гена обладает очень хорошей пищеварительной системой способны переваривать копыта рога и даже зубы своих жертв в неволе гены придерживаются устойчивой диеты мяса и сухой пищи среда обитания пятнистой гены обширные саванны в центральной и южной африке этот регион отмечен наличием высокой травы из редко разбавляемой акацией или большими большим африканским баобабом гены скитаются по открытым саваннам часто отдыхая на тенистой земле под различными деревьями гены предпочитают пить каждую ночь если вода доступна но подобно многим саванным животным могут обходиться и без нее если необходимо гены высоко общественное животное который живет матриархальных кланах по 35 80 особей в неволе они больше большей степени встречается группах от 3 до 15 особей гены одно из самых шумных млекопитающих африки способны издавать до 11 различных звуков свирепая гена издает звуки включающие громкий вой звонкий хихикающий лай вой гены яростен сам по себе гены предпочитает пить каждую ночь понятно гены имеет сильную конкуренцию со многими другими животными африканская саванна главным образом гены пытаются украсть их еду и любить их львы гены буквально ненавидят друг друга взрослый лев свернется своей дороге чтобы убить гену возможно поэтому не нередко стоя ген прогоняет эльвации из добычи так следующий у нас будут фламинго и страус я думаю сделать короче саванну вам показать да потом все нафиг снести короче чисто все показать те строения которые не показал объекты которые не показал да и уже животных из других биотопов как-то так 50 ген уже малыш появился фламинго так как жительный дом еще от воды но все равно прикольно не нравится так фламинго самец недостаточно саван и так преслом воды так давай для начала давай короче все зальем преслом это было а и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Одного камня и хватит Так, водный тростник Так, ищем водный тростник Вот он Ага, я понял Два тростника и все, и нормально Ну видите, прикольно Вот такие вот животные, такие двумерные Типа И которые могут при этом быть и на суше Да, ходить и в воде оказаться То есть по сути вроде как Я не знаю Я могу гиену в воду засунуть Какая рачуха Вот видите, ее я не могу в воду засунуть Не знаю почему, типа она плавать не умеет Или что, я не знаю По-моему, буйволы можно Нет, тоже нельзя То есть некоторых животных Я тупо не могу засунуть в воду То есть это Не знаю, это странно или нет Но в общем все животные должны иметь плавать Что там про африканский слон Есть хочет Так, ну давайте почитаем про фламинго Слово фламинго Произошло от латинского слова Flame Пламя Большие фламинго Прекрасные птицы Известны за свое Отличительное розовое оперение Изящие длинные шеи и ноги Выстот достигает 4 футов Что делает их одним из высочайших птиц в мире То есть примерно 120 сантиметров Они обладают хорошим слухом и зрением В зоологических поселениях фламинго Различают своих смотрителей Среди других посетителей Большие фламинго Распространены по всему миру Большие популяции живут на севере Западе Индии На Среднем Востоке Западном Средиземноморье В Африке Небольшие стаи Могут находиться по всей Северной Европе Эти птицы живут на мелководных озерах Прибережных водах Озера с углекислотой Соленые лагуны побережья и моря Являются предпочтительной средой обитания для фламинго Фламинго является единственным существом Приспособленным к выживанию в едкой среде вулканических озер Пища, которой они питаются Креветки, черви, синезеленые водоросли и улитки Могут существовать в воде С высокой концентрацией щелочи или солей металлов Фламинго использует уникальную фильтрационную систему для питания Их клюва содержат гребнеподобные пластины Которые могут извлекать водоросли, семена насекомых И маленькие креветки из воды, в которой живут фламинго Их язык действует как насос Втягивая воду в клюв и затем выпуская ее так Что пища остается между пластинками клюва Фламинго могут фильтровать 20 клювов воды в секунду В неволе используют затопленную воду поддона для еды Чтобы приспособиться к привычкам фламинго Креветки и водоросли, поедаемые фламинго Богаты каротином, веществом, ответственным за розовую окраску птиц В неволе этот пигмент должен быть включен в еду фламинго Иначе птица превратит темно-желтый цвет У большого фламинго несколько хищников За то, что они предпочитают жесткую среду обитания Они не соперничают с другими животными за пищу Шакалы гиены являются потенциальными хищниками для взрослых фламинго Хотя им больше нравится напугать стаю, чем действительно ловить фламинго Яйца птицы становятся добычей для некоторых птиц Таких как орлы и аисты Величайшую угрозу для фламинго заключается в его уничтожении среда питания Так, фламинго пробует большей частью жизни питаясь, чистяя перья, отдыхая и купаясь Как и для всех водных птиц, чистка перьев очень важна в плане доставки жира, который держит их А перья водонепроницаемыми Фламинго робкие птицы часто взлетают от резких движений и шумов Фламинго роботов Очень быстро заборы разрушаются, меня это жутко раздражает Очень быстро заборы разрушаются, меня это жутко раздражает Прям очень быстро Только и дело, что занимаешься этой фигней О, нифига они расплодились Или мне показалось? Нет, по-моему это птенец Да, уменьши, это птенец Офигеть они быстро Только в загон поместил уже Уже расплодились Посмотри на них Офигеть Продолжение следует... 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 Продолжение следует...